Ирина Колпакова готовится к повторному контрольному обследованию в Самарском онкоцентре. Полгода назад ей успешно удалили полипы в кишечнике, которые могли перерасти в злокачественные. Сегодня женщина чувствует себя хорошо. Все прошло без осложнений. Жалобы, в общем-то, прекратились. К счастью, полип был доброкачественной природой. Это счастливая случайность. Или наоборот, счастье. Самарский областной онкологический диспансер в рамках нацпроекта получил самое современное эндоскопическое оборудование, которое позволяет проводить диагностические исследования, в том числе и патологии желудочно-кишечного тракта на еще более высоком уровне. За счет аппаратуры такого класса улучшается качество диагностики, улучшается и расширяется сложность операций. Кроме этого, достаточное количество эндоскопов, которые мы смогли приобрести, позволило нам где-то на одну треть за последние полтора года увеличить ежедневный поток пациентов. Ежедневно врачи эндоскопического отделения обследуют от 80 до 100 человек. Это стало возможным за счет того, что теперь новая аппаратура с высоким качеством изображения стоит в шести кабинетах, и пациента гораздо меньше ждут своей очереди. Всего в эндоскопическое отделение поступило более 20 единиц оборудования. Обследование проводится на аппаратуре с высокой четкостью изображения. Мы можем там, используя вот эти эндоскопы, применять уточняющие методики, осмотр в узком спектре света, осмотр с увеличением, что позволяет детализировать даже минимальные изменения слизистой оболочки и выявлять предопухолевую патологию и опухолевую патологию на ранней стадии. По статистике, колоректальный рак остается вторым по распространенности видом онкологических заболеваний в Самарской области. Высокий показатель, в первую очередь, обусловлен поздним обнаружением. Новая аппаратура позволяет выявлять патологические очаги на ранней стадии. Своевременно выявленный колоректальный рак излечим, и при постановке раннего диагноза 9 из 10 пациентов могут быть спасены. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.